доброго времени суток youtube здравствуйте гости и подписчики моего канала сегодня вторая часть расскажу об этой коробочке которая беру на щуку ну вот это уже будет пойдут большие буратинки и тут уже лишнего нет с этой стороны вот кстати говоря девочка вертушечка непонятно какая которая если вы видели у меня там на малой реке за щукой вот она тоже не помню как она тут называется tiger троечка по их никого квалификации на ловит щуку реально ловит единственно что вот я советую вам делать так это вот немножко изгибать вот если видно здесь немножко изогнута оська в этом месте тогда не будет крутить кстати говоря в прошлый раз показывал вот вам еще покажу у меня все колебалки все с одинарниками но это так лирика отступление сейчас мы пойдем в коробочке значит вот такой воблерок два штуки я сам скажу как он называется ангубей это от усами вот ребята чего я вам советую коробки имеет так это вот такой вот воблерок значит у меня тут постиралась сейчас попробую через он ныряет от 1 до 1 и восьмидесятых метра это воблер реально лучше своего прототипа ну то есть не прототипа я скажу так лучше своего японского нет все таки он аналог в общем короче лучше японца если вот вам интересно зайдите есть такой сайт воблер кумой и там как бы любители воблеров делятся своими впечатлениях разных воблерах вот этот воблер там стоит в рейтинге выше чем тот к из копии которого он является японец это очень хороший воблер с двух метров с трех метров если есть яма щуку косит на ура если у щуки хотя бы какая-то активность присутствует единство что я в этом как бы поменял тройник вот на пузе поставил побольше вот и ну а этот как есть это у меня вообще нулячий еще воды не видел вот он суспендер девяточка 90 в общем тут увидите морская серия я не знаю как для чего его там какими крючками но во всяком случае вот вот это воблерок которые вам рекомендую это классная штука полне менее у меня и мои деньги значит показываю вам еще несколько таких отрублер очков вот на спинке если вам интересно прочитайте как он называется да вот лобра вот этот воблер 110 f значит вот это два воблера они вот вроде как бы одинаковые у меня два на ней совершенно разные один и летом тонет до 1 и как бы не тонет он плавающий значит стоят они тоже интересно вот так они стоят в воде как пробка это поверхностный воблер очек он глубоко не ныряет я уже не помню до скольки 08 метра вот от 05 до 06 08 метра видите мне тут надпись такая вы только не смейтесь тут написано хватай меня здесь я вкусный судя по тому как он подран вы нора понимаете что щука его любит от и до скажу больше про этот воблер если у меня приятель володя лесовой если вам видно там на просвет тут такой шарик как бельярде большой один единственный очень мощный короче то он меня подсадил на этот воблер кстати володю вы можете увидеть фильме за щука на малой реке вернее за щукой на малую реку вот это он впервые мне показал этот воблера мне настолько понравился что я купил и 2 по моему был у меня и 3 здесь и мне не изменяет память он стоил 220 гривен сейчас вам скажу сколько это ну почти почти 828 до так почти 28 долларов ну короче это это не дешевый воблер вот вот это вот да но в чем его достоинство во-первых летит на сумасшедшее расстояние короче я палкой длиной 230 этот воблер при нормальной плетне бросал на 60 на 70 метров для воблера это это очень колоссальное расстояние в чем достоинство вот такого полетного и полетной характеристики ответим не разные эти самые засветки вот осень водичка чистая как слеза в это время щука на особенно на малой реке где глубины небольшие там два три метра то есть там бросаешь пять копеек и на дне на глубине два с половиной метра эти пять копеек видно то есть она становится очень осторожная она либо уходит в камыш либо близко тебя не подпускает вот мы плывем на лодке до видим что щуки есть выхода и вот я бросаю и не могу добросить там метров 10-15 мы поднимаем я как тихо ну там мотор не нужен на веслах тихонечко подходим на эти 15 метров опускаем якорь бросаем ноль на выходе она еще дальше или вообще в этом месте перестает так вот вот этот воблер вот это для осени целая находка то есть он добрасывает туда откуда щука берет когда на его не боится ну то есть она не боится лодки она не боится человека рекомендую хороший воблер ок с этими хорошими у меня лежит еще один хами но вот в такой расцветке кстати говоря я забыл упомянуть в прошлом видео что вот как бы большой хаминоу и маленький хаминоу они очень сильно разнятся вот маленький хаминоу такой живенький юркенький он как бы щуку косит хорошо он подбирает всю щуку этот играет по-другому они хоть и визуально похожи но этот большой это до 1 и 8 метра вот тоже очень хороший воблер но он играет по-другому и к нему надо приспосабливаться это реплика самого большого из хамсинов да которые про подделки не подделки так реплики косодаковские реплики у меня было прошлом видео на хамсинов вот вот это вот большая версия и не собираюсь я как бы натурала брать потому что тут крючки овна вот они липнут мгновенно система дальнего заброса матовый мотайгер цвет в общем все что нужно только стоит гораздо более адекватных денег чем как бы его собрать кстати щука на него ловится ну немножко больше чем на те собрать так ну показываю 110 орбит три крючка хорошие полетные характеристики ну немножко подряпаны понятно что уже кусаны прошу прощения прошу прощения так вот кругом ну про 110 орбит по-моему говорить вообще никакого смысла нет вот орбит он и в африке орбит он ловит он хорош в общем летит неплохо отлично отличиться то есть тут рассказывать не идем дальше это каблиста а каблиста про которую я говорил это каблиста большая то есть это 110 по моему сейчас померю да это 110 или 115 в общем ну короче это большой размер каблиста на 12 8 грамма от 1 и 2 до 1 и 6 метров вот этот пульнуть можно кстати говоря не хуже чем ну практически вот так то есть и ну раз поражаюсь насколько воблер дальнобойный насколько он дальнобойный то есть это как бы ну классика жанра я не знаю вот как бы воблер который стоит рекомендовать это каблиста это ловится очень прекрасно он отлично твичится щука его любит так вот это у меня спрошная как бы подделочка видите да сами что это за воблерок но и перекрашенная это в качестве разведчика то есть уже большой размер вот ловит но если оборвется то мне не жалко и вот такой вот красавчик это скажу сразу это не натурал это реплика если мне не изменяет память это реплика вот айка реплика ловит реплика отлично работает не хуже оригинала кстати говоря есть у меня реплики вот суёки вот такая же картина просто ну все в одну коробочку не уложишь так усами усами реплика это реплика на 115 склад неплохо летит неплохо летит ну скажем как неплохо потому что у нее есть вес а в принципе летает так как все склады щуку ловит не вопрос но опять же что я не смог купить суспендеры я покупал флава плавающие модели вот и то что я рассказывал прошлый раз я нашел то место где нужно опытным путем я туда забил свинца и теперь это у меня два фиспендера щуку ловит в коробочке можно держать так ну про вот это наверное рассказывать не надо это видно невооруженным глазом это две рудро очки 130 рудро это классика жанра тут можно ничего не рассказывать вот единство что вот эту рудро я как бы перекрасил ну наверное вы видите что это моя уже покраска потому что ну я не смог найти в таком цвете ярком мототайер вот я ее покрасил сам вот это флуоресцентная на светится в этом самом вот про 130 рудро рассказывать это все равно что я не знаю про что еще как бы рассказывать я не думаю что она нуждается ну как бы в каком-то рассказе вот но воблер так скажу так не каждая палка его потянет тут надо понимать прежде чем его покупать вот я ее отвечал 838 хартиком пробовал 416 вообще 0 она просто стоит на месте и все при том что вот как говорится лопатки нет очень упористый воблер но очень уловистый скажем так щука с трофейная на него отзывается классика на так 130 балисон опять воблер классика этот у меня суспендер 25 грамм 1 и 3 2 десятых метра шарик один я веду система дальнего заброса летит очень прилично при твиче при твиче при нормальном при хорошей палки уходит на полметра метр вперед я когда ну как бы купил нормальную палку имеется ввиду нормальным тестом и жесткость я был поражен я не как мне казалось вот ведь он весь пока цены у меня если видно на камеру не знаю мне казалось что поклевка все время происходит все время подсекал то есть вот я сделал рывок твиче вы он у меня ушел в сторону развернулся удар я ощущаю поклевку я под я сразу подсекаю вот потом я я не понял что такое у меня все время холостые подсечки и когда я уже подвел к лодке я встал полный рост и увидел что он идет на метр вот приблизительно ну там на пол метра разворачивается и идет другую сторону то есть воблер классный стоит недешево он стоит так еще одна коблис . 20 граммовая 1.6 2 десятых метра это ну как бы просто расцветочка другая вот и скажем так вот скумбрию очень хороший вот беру вот это от касадаки реплика я уже не помню на что тоже по моему на склада не помню на что это реплика честно говоря забыл уже вот ладно пусть лежит в общем коблис . воблерок очень достойный очень ну и последний из этих это и мафлит скажем так 14 грамм два с половиной метра это воблерочек тоже очень классный вот он просвещающийся видно какие у него там шарики щучка полюбляет очень хорошая вещь почему потому что ну опять же все воблерки большого размера с тремя крючками щука ловится за глубин подымает в общем воблерок достойный ну и наконец это я не помню как по ее не помню как называется этот воблер фирма пая и на что он реплика естественно тоже на японца это по моему 145 изменяет парень короче с петельками с петельками вместе вон 150 это пред поверхностный воблерок ну для начала я скажу так вот когда его купил он меня был очень сложные проводки то есть я мало мог понять как как его проводить то есть я пытался твичить он не твичится лопатка маленькая как бы не твичится в моем понимании да но потом я как бы по полазил по формам посчитал оказывается его надо такими плавненькими потяжечками вот и учитывая его размер очень неплохо отзывается на него очень хорошая щука вот на этом я наверно закончу вот это та коробочка ну есть у меня тут вертушки тоже в это в этой части коробки есть вот и пятый номер но я и мы пользуюсь редко это уже как правило когда уже ни на что не клюет и начинаешь изощряться вот тогда на этом наверное все потому что у меня еще там есть коробки у меня куча цуек у меня всего куча то есть это та коробка основная самая основная коробка без которой я не езжу на рыбалку то есть я сделал себе такой комплект он небольшое место занимает я его беру с собой и он у меня на рыбалке в лодке все это даже с берега доходим по малым рекам топчем как бы берега этот набор всегда со мной вот вкратце все может быть искудно я там не давал никаких технических данных но в принципе воблера узнаваемые меня просили не про воблера рассказать а про мои щучьи воблера я надеюсь что я в принципе ответил на ваши вопросы появится время может быть сниму про все воблера которые у меня есть но во всяком случае дополню вот это вот надеюсь вам было интересно не сочтите за труд лайкните напишите в комментариях не зря ли я снимал это видео подписывайтесь на канал спасибо за внимание до новых встреч